Итак, друзья, Моторшоу 2013 подходит своему логическому завершению. В последние дни работы и выставки наблюдается значительный спад посещаемости автосалона. Оно и понятно. Рабочие будни носят свой весомый вклад в простую жизнь белорусов. Однако именно в эти дни, по собственным наблюдениям, у всех посетителей появляется реальная возможность сфотографироваться на фоне красивой машины или в компании обворожительной девушки. Тем, кто побывал, было что посмотреть. Тем, кто не успел, огорчаться нет причин. В любом случае, сам факт проведения автомобильной выставки такого масштаба вселяет надежду на лучшее. Тот самый реальный спрос на новые авто и живой интерес к лучшим и современным образцам мировой автоинлюстрии, а не к морально устаревшей бэушке. Сколько планируется продавать в целом модели Мазерати в Беларуси, если не секрет? Это не секрет, но пока еще мы такие, скажем, исследования маркетинга не делали, но мы надеемся, что это будет не один десяток автомобилей здесь продано в этом рынке. Под капотом Мазерати Гранд Туризм и Спорт находится двигатель объемом 4,7 литра, мощностью 460 лошадиных сил. С таким пламенным сердцем этот спорткар до сотни разгоняется всего лишь за 4,8 секунды. Максимальная скорость составляет 298 км в час. Есть ли уже конкретные планы по поводу общих продаж Jaguar в Беларуси? Сколько вы автомобилей планируете реализовать в этом году? Да, конечно. Если говорить о годе до декабря этого года, то это порядка 17 автомобилей. 17-20 автомобилей, я думаю, что это абсолютно реальный объем продаж, который мы планируем. Я предполагаю, что модели XF и XJ будут основными флагманами бренда и, соответственно, F-Type уже будет давать некие другие преимущества для любителей спортивного вождения. Одна из самых интересных новинок, представленных на нынешнем моторшоу, это, несомненно, Hyundai Ecos, презентация которого происходит впервые на белорусском рынке. Что вы можете рассказать об этой модели? Да, прежде всего, вы абсолютно правы. Мы, наконец-таки, привезли флагманскую модель Hyundai Motor Company. И очень рады представить ее на белорусском рынке. Можно сказать, что смело сейчас мы вошли, равно как Hyundai Motor Company, в один ряд с такими брендами, как Mercedes, Audi, BMW. Поэтому данный автомобиль является прямым конкурентом Audi A8, 7-й серии BMW и Mercedes S-класса. Что касается автомобиля непосредственно, то он не уступает топовым немецким моделям, ни как внешне, ни как технически, ни так по оснащению салона. Абсолютно индивидуальный выбор комплектации и любая прихоть владельца может быть реализована в данном автомобиле. По словам организаторов, нынешний моторшоу 2013 поставил свой собственный рекорд по посещаемости за всю историю проведения выставки. Так, нынешнее моторшоу посетило более 60 тысяч человек. Гостей мероприятие не смутила подорожавшая стоимость входного билета, а также платная парковка. Слово с последней, по словам организаторов, проблем вообще не было. Нынешнее моторшоу показало огромный потенциал подобных выставок у нас в стране. Количество зрителей и гостей, которые пришли посмотреть на новинки, значительно превышало, по нашим данным, прошлогодние показатели. Так ли это? Да, действительно это так. В этом году уже побит рекорд 60 тысяч, но рабочий день еще не закончен, поэтому мы надеемся, что людей будет еще больше. Еще больше. То есть до запланированных 100 тысяч, я так понимаю, в этом году вы не дотянете, но... Но мы не планировали, мы надеялись, наверное, это более правильно. А в плане того, что до 100 тысяч не дошли, наверное, нам немножко здесь помешала погода все-таки. То есть даже проблема парковки в этом году никак не препятствовала хорошему настроению посетителей моторшоу? Нет, таких очередей, как были на футбольном манеже, в этом году не было. То есть вопрос парковки был действительно решен, и никаких проблем у посетителей, приехавших на своих автомобилях, не возникало. Конечно, без внимания не остались и вполне гражданские автомобили. В этом году совместное белорусско-китайское предприятие Белл-Джи выпустило на отечественный рынок совершенно новую модель автомобиля Джили СЦ-7. Скажите, почему вы обратили внимание непосредственно на Джили? Ну, в первую очередь, потому что цена подходит, как бы. То есть 13 тысяч долларов за новый автомобиль вполне приемлемо. Ну да, реально, да. Ну и внешний вид красивый. По удобству, конечно, не знаю, еще посмотрю, похожу. Но так пока, в принципе, ничего нравится. Следующая машина, которая буквально через месяц уже должна у нас на конвейере выйти и пойти на сертификацию, это малолитражный автомобиль LC-кросс. Маленький кроссоверчик с увеличенным дорожным просветом со стоимостью до 11 тысяч долларов. Как, на ваш взгляд, менялось мнение, взгляды посетителей, которые подходили к вашему стенду и оценивали новинки совместного британско-китайского бренда? Конечно, бывает даже так. Человек подходит, смотрит на машину, говорит, о, класс, все, класс, где собираются в Китае? У него сразу чуть-чуть начинается антипатия к бренду. То есть работаем с каждым клиентом индивидуально, пытаемся ему донести, что на самом деле на сегодняшний день восточный рынок и китайский рынок, посмотрите, что происходит. Вольво китайское, Хаммер китайский, МГ китайское, как бы. Но Китай, Китай, рознь. Это мировые бренды, которые, естественно, покупаются с технологиями, с разработками, с дизайном, с инжинирингом. И это чуть-чуть, это бренд-нейм, так сказать, все равно это бренд-нейм. Главное, хочу отметить, что, чтобы люди не путали классы машин, потому что очень часто путают, скажем, другие бренды, бренды подходят, ну, не буду называть, но говорят, он стоит столько же. Я говорю, я объяснять начинаю, что это класса меньше машина, она меньше по объему. Самое главное, колесная база, ширина, габариты автомобиля. Уже после того, как с людьми поговоришь, они начинают на это заострять внимание. Почему вы делаете выбор на новую машину, да, нежели на, ну, бэушку немца, 10-летнего, 15-летнего? Дорого ремонтировать. Дорого в ремонте, да? Ну, очень дорого. Вы считаете, что... И ненадежно все-таки. Новое есть новое. И что Форд сказал, самый лучший автомобиль это новый. Неизвестно, где эксплуатировалось, кем, как, какие условия. Может, утопленник, может, еще что-нибудь, к примеру. Они способны изготовить что угодно, китайцы. Я согласен. И качественно, и надежно. Так и эта машина. Ну и что, что китайская? Вполне нормально за свои деньги. Конечно. То есть китайская это не аргумент? Не аргумент. Аргумент цена. Цена. На сегодняшний день договоров именно подписано почти уже подходит к 2 стамп. На Рапиды уже, скажем так, на месяцы вперед. Наибольший спрос – это средняя комплектация, Ambition. Мы ранее предполагали, что самым популярным мотором будет 1.6 атмосферный. Но, как показывает практика, турбированные моторы расходятся тоже очень большим тиражом, скажем так. Скажите, а по поводу покупателей вопросик. Кто покупает? Виз лица или юридируется больше? Здесь тоже очень интересный момент. В принципе, это такой рекордный момент для нашей организации. Потому что впервые по одной модели за определенный отрезок времени продажи физическим лицам превысили продажи юридическим лицам. Скажите, пожалуйста, какой стенд, может быть данный, уже такие и есть, привлек наибольшее внимание среди гостей выставки? Вы знаете, в этом году дилеры настолько постарались, что у каждого практически есть каждый день какая-то презентация. Поэтому однозначно сказать, какой стенд был наиболее популярным, это практически невозможно. Потому что равномерно люди распределялись по выставке и действительно дилеры огромное количество сделали различных шоу-программ, презентаций. Такого не было ни один год. И уже можно наблюдать сегодня на выставке, что многие машины висят с табличкой «Продано». Организаторами было заявлено огромное количество различных конкурсов, разыгрывались ценные призы. Все ли счастливчики нашли свой приз, не заблудились ли? Вы знаете, не все нашли, но эта информация доступна на сайте нашей motorshow.by и в течение 30 дней любой счастливчик может забрать свой подарок абсолютно, придя к нам в офис, никаких проблем с этим не будет. Но у нас были и такие случаи, когда прямо вот здесь на выставке у мальчика была мечта, и он об этом сказал, что действительно он мечтал об iPad mini. Он пришел на выставку и его выиграл. Это была буря эмоций. Была многодетная мама, которая трое детей, которая пришла со своими ребятишками на выставку и тоже выиграла iPad. Поэтому счастливчиков много. Скажите, что по поводу дальнейшего проведения подобных выставок у нас в стране? Будет ли motorshow 2014 уже или нет? Вы знаете, мы надеемся, что будет. Но поскольку в следующем году наша страна принимает чемпионат мира, и скорее всего, что если motorshow 2014 состоится, то оно будет впервые, в первые летние дни. Будет ли расширяться модельный ряд именно вот таких, ну, необычных, редких автомобилей на экспозиции? Я поняла ваш вопрос. Вы знаете, все зависит от того, что сложилась в стране такая ситуация, что нет площадки для приема вот всех дилеров. И, наверное, выставка состоится только тогда, когда к нам придут все участники. Но на данный момент в стране нет такого помещения, чтобы пришли все участники, и чтобы было больше каких-то шоу-каров только по этой причине. В целом, на наш взгляд, нынешняя motorshow 2013 вполне оправдывает звание самого значимого события в автомобильной жизни Беларуси. Количество выставленных на обозрение автомобилей по сводам из Гарены значительно превалирует над модельным рядом, которое показали зрителям на прошлогодней выставке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова